Я приветствую всех, кто находится по ту сторону экрана. Это команда «Универ Ньюз». Для вас новая порция новостей, с которыми познакомлю вас я, Кристина Зиединова. Очередные приказы о зачислении студентов-контрактников в Казанский федеральный университет вышли 22 августа. В этот раз приказов было два. В одном зачислены абитуриенты из России и стран СНГ, а вторым приказом – студенты из дальнего зарубежья. О том, сколько на сегодняшний день зачислено всего студентов КФУ, расскажет Анна Глазунова. Несмотря на то, что наплыв абитуриентов немного стих, приемная комиссия продолжает свою работу. 22 августа в Казанском федеральном университете вышли очередные приказы о зачислении студентов-контрактников, подписанные ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Первым приказом было зачислено 1430 человек от абитуриента из России и стран СНГ, а вторым приказом – студенты из дальнего зарубежья. Во втором приказе из дальнего зарубежья – это первая волна их зачисления. Там всего 227 человек. Это первый, кто уже заключил договора, прошел вступительное испытание 8 сентября. Это еще будет один приказ по иностранным гражданам. На сегодняшний день в Казанский университет всего зачислено 11 087 абитуриентов. На бюджетную форму обучения 5 392 человека, а на контрактную – 5 695. Примерно еще полторы тысячи мы ожидаем приказом 29 числа. И таким образом мы плановые показатели 12 770 надеемся закрыть. В Казанский университет зачислено 84 стубальника. Из них на бюджетную форму обучения 71 абитуриента, а на контракт 13 человек. Из них больше всего 100 баллиников – это по русскому языку 51. Далее идет химия 15. И по 6 человек – это были зачислены по предметам информатики и истории. Что касается призеров и победителей Олимпиад, то всего зачислено 34 человека на бюджетную форму обучения. В прошлом году у победителей призеров было у нас зачислено 22 человека. То есть очевидный рост налицо. В этом числе у нас три студента уже теперь. Это выпускники наших лицеев. Как сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Казанского университета, по данным, на 24 августа заключено уже 7204 договора на контрактное обучение. Анна Глазунова, Леонарда Влесьяров, Универньюз. Родители отправляют своих детей в самостоятельное плавание. В Казанском федеральном университете началась процедура заселения первокурсников в общежитие. Подробнее об этом в нашем сюжете. Студенты Казанского федерального университета начали заселяться в общежитие. 24 августа процедура заселения проходит обучающиеся Института психологии и образования, Высшей школы информационных технологий и информационных систем и Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Их количество составляет более 2000 человек. Студенты первого курса, которые являются гражданами Российской Федерации, заселяются в КСК КФУ. Они здесь проходят инструктаж по технике безопасности, электробезопасности, узнают правила внутреннего распорядка университета, распределяются по комнатам и уже переезжают в деревню университета для заселения. Первокурсники уже готовы и к обучению, и к студенческой жизни. Казанский федеральный университет предлагает широкие возможности для самореализации. Я, безусловно, жду новые знакомства, общения. Это, безусловно, творчество, спорт, социальная жизнь и научная, конечно же, практика. Помимо первокурсников заселяются и студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Особый подход требуется к иностранным студентам, поскольку их заселение связано с постановкой на миграционный учет. Сейчас все структуры и департаменты молодежной политики, институты, наш департамент по обеспечению внутреннего режима гражданской обороны и охраны труда, студенческий круг городов, деревня универсиада, служба главного энергетика. Все работают над тем, чтобы действительно создать условия и обеспечить эффективную процедуру заселения наших студентов в общежитии университета. Процедура заселения продлится до 31 августа. Обучающиеся распределятся по 20 корпусам деревни универсиады и 10 общежитиям студенческого городка Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Ангелина Сайдашева, Ленарда Влитяров, Универньюз. Казанский университет посетили потомки Николая Лобачевского. Вместе с ними наша съемочная группа ознакомилась с наследием великого математика. О целях и подробностях визита расскажет Аделя Шамилова. КФУ почтили визитом потомки великого русского математика, основателя Казанского университета. В первой половине дня Ольга Екатерина Суботина, являющаяся потомками 4-го и 5-го поколения Николая Лобачевского, открыли для себя новые подробности из жизни легендарного предка. Интересные экспонаты, истории, факты. Все это и многое другое открылось гостям вуза в Музее истории Казанского университета и в Музее Лобачевского, расположенном в ректорском доме КФУ. Наша семья очень любит общаться и с Казанью, и с университетом. Для нас это очень трогательно. И спасибо вам большое, что вы чтите память и увековечиваете такого значимого для всего мира и мировой науки человека. Визит потомков Лобачевского имеет ознакомительный характер. И если Ольга Суботина была в гостях у КФУ не единожды, то ее дочь посетила университет впервые. Я обрадовалась очень, что увижу университет, в котором учился и работал прадедушка. И я счастлива, что я вот здесь побывала первый раз. Состоявшийся визит не обошелся без сюрпризов. Из рук директора Музея истории Казанского университета Светланы Фроловой гости вуза получили приятные подарки. А именно книги о старинном университете России, его музеях и многом другом. А далее Ольга и Екатерина Суботина отправились в не менее интересные места университета. А именно в отдел древних рукописей и зоологический музей КФУ. Чем запомнилось знакомство с великим вузом, который основал русский математик Николай Лобачевский, мы расскажем в нашем следующем выпуске. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. На каждом шагу сегодня в республике можно встретить представителей редкого вида нимфолит-адмирала. Бабочки вначале появились в местных лесах, а затем оккупировали и города. Наша съемочная группа разбиралась в причинах необычного поведения чешуи крылых. В Казани наблюдается активный рост числа ярких бабочек-адмиралов. Правда, этот вид нельзя назвать редким, однако в мегаполисе его встретить не так легко. Подобная вспышка численности адмирала наблюдается, наверное, впервые за последние 20-30 лет. И ранее такой численности он вообще и в том числе и в городе Казани не наблюдалось. Бабочку адмирала узнает легко. Широкая красная полоса поперек переднего крыла и крупные белые пятна. Именно благодаря такому яркому и запоминающемуся окрасу она и получила свое гордое название. Это бабочка-мигрантка. Встретить ее можно почти на всех континентах, в том числе в России и даже Африке. Сейчас при наступлении холодов эти бабочки начнут мигрировать на юг, и причем даже были случаи, когда они долетали в подобных миграциях, ажитосеверной Африки. Первыми адмиралов заметили сотрудники национального парка Нижняя Кама. А сейчас их можно встретить повсюду, в том числе и в центре Казани. Как утверждают специалисты, нельзя упускать случай полюбоваться на лесных красавиц, встретить которых в нашем регионе – это обычно большое везение. Бабочек мне показалось, что это хороший признак, показывает то, что в городе неплохая экологическая обстановка. Это воздушные существа, это души наши. Разнообразят флоры и фауны, и разнообразят наши скверы. Николай Шулаев заверил, что нашествие адмиралов садоводом опасаться не стоит. Гусеницы предпочитают чертополох и крапиву. Адмирал – бабочка очень безобидная, и учитывая обилие, например, той же самой крапивы в городах, она может сказать, что она даже полезная, потому что ее гусеница питается крапивой и чертополохом. Всего в мире существует порядка 18 тысяч дневных бабочек. Полюбоваться ими можно и в зимний период. В Зоологическом музее Игербаре имени Эверсмана Казанского федерального университета представлена большая коллекция редких видов бабочек, в том числе и бабочки адмирала. Диана Шилова, Леонард Блесьяров, Универньюз. Это были все самые свежие новости за прошедшие сутки. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова